евангелие от марка 1 глава начало евангелия иисуса христа сына божия как написано у пророков вот я посылаю ангела моего перед лицом твоим который приготовит путь твой перед тобой глаз вопиющего в пустыне приготовьте путь господу прямыми сделайте стези явился иван крестя в пустыне и проповедую крещение покаяния для прощения грехов и выходили к нему вся страна иудейская иерусимляне и крестились от него все в реке иордане исповедую грехи свои иван же носил одежду из верблюжего волоса и пояс кожаный на череслах свои ел акриды и дикий мед и проповедовал говоря идет за мною сильнейший меня у которого я не достойно клонившись развязать ремень обуви его я крестил вас водою он будет крестить вас духом святым и было в те дни пришел иисус из назарета галилейского и крестился от иоанна в иордане и когда выходили из воды тотчас увидел иван разверзающиеся небеса и дух как голубо сходящего на него и глаз был с небес ты сын мой возлюбленный в котором мое благоволение и немедленно после того дух ведет его в пустыню и был он там в пустыне сорок дней искушаемый сатаною и был со зверями и ангелы служили и после же того как предан был иван пришел иисус галилею проповедуя евангелие царствие божие и говоря что исполнилось время и приблизилось царствие божие покайтесь и веруйте в евангелие проходя же близ моря галилейскую видел симона и андрея брата его закидывающих сети в море ибо они были рыболовы и сказал им иисус идите за мною и я сделаю что вы будете ловцами человека и они тотчас оставив свои сети последовали за ним и пройдя оттуда немного он увидел иакова заведево и иоанна брат его также в лодке почивающими сети и тотчас призвал их и они оставив отца своего заведея в лодке с работниками последовали за ним и приходит капернаум и вскоре субботу вошел он синагогу и учил и дивились его учения ибо он учил их как власть имеющий они как книжники синагоге их был человек одержимый духом и чистым и он вскричал оставь что тебе до нас иисусом за ленин ты пришел погубить нас знаю тебя кто ты святый божий но иисус запретил ему говоря замолчи и выйди за него тогда дух нечистый сотрясший войск крича бронким голосом вышел из него и все за ужаснулись так что друг друга спрашивали что это что это за новое учение что он и духом нечистым повелевается властью и они повинуются ему и скоро разошлась о нем манва по всей окрестностям галилеи выйдя же вскоре синагоги пришли в дом симона и андрея с яковом и иваном чаще же симонова лежала в горячке и то сейчас говорят ему не подойдя он поднял ее взяв ее за руку и горячка то сейчас оставил ее и она стала служить ему при наступлении же вечера когда заходило солнце приносили к нему всех больных и бесноватых и весь город собрался к дверям и он исцелил многих страдавших различными болезнями и знал многих бесов и не позволял бесам говорить что они знают что христос а утром встав весьма рано вышел и удалился в пустынное место и там молился симоны бывший с ним пошли до ним и найдя его говорят ему все ищут тебя и он говорит пойдем в ближние селения и города чтобы мне там проповедовать ибо я для того и пришел и он проповедовал в синагогах их по всей галилеи и изгонял бес и приходит ему прокаженный и умоляю его нападу падай перед ним на колеи и говорит если хочешь можешь не очистить иисус умилосердившись над ним простел руку коснулся его и сказал хочу очистить и после сего слова проказа тотчас сошла с него и он стал чист и посмотрев на него строго тотчас отословывал и сказал смотри никому ничего не говори но пойди покажись священнику и принеси зачищение твое что повелел моисей во свидетельство им а он выйдя начал провозглашать и рассказывать о пришедшем так что иисус не мог уже явно войти в город но находился вне к месту местах пустыну и приходили ко мне к нему отовсюду от марка 2 глава через несколько дней опять пришел к пернау и слышно стало что он в доме тотчас собрались многие что и уже и у дверей не было места и он им говорил слово и пришли к нему с расслабленным которого несли четверо и не имея возможности приблизиться к нему за многолюстом раскрыли кровлю дома где он находился и прокопав ее спустили постель на которой лежал расслабленный иисус видя веру их говорит расслабленный чадо прощается тебе грехи твои и тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердце что он богохульствует кто может прощать грехи кроме одного бога иисус тотчас узнав духом своим что они так помышляют о себе сказал им для чего так помышляете в сердцах ваших что легче сказать расслабленным прощаются тебе грехи твои или сказать встань возьми свою постель и ходи но чтобы вы знали что сын человеческий имеет власть на земле прощать грехи говорит расслабленный тебе говорю встань возьми постель твою иди в дом твой и он тотчас встал взял постель вышел перед всеми так что все изумлялись и прославляли бога говоря никогда ничего такого не видит не видали и вышел иисус опять к морю и весь народ пошел к нему и он учил их и проходя увидел он левия алфеев сидящего сбора пошлина и говорит ему следуй за мной и он встав последовал за ним и когда иисус возлежал в доме его возлежали с ними ученики его и многие мытари и грешники ибо многих было и они следовали за ним книжники и фарисеи увидев что он есть с мытарями и грешниками говорили ученикам бог как это он ест пьет и с мытарями и грешниками услышав все иисус говорит он нездоровые имеют нужду во врачах но больные я пришел призвать неправедников но грешников покаяния ученики иоанновые фарисейские постились приходят к нему и говорят почему ученики иоанновые фарисейские постятся твои ученики не постятся и сказал им иисус могут ли поститься сыны чертога брачного когда с ними жених доколе с ними жених не могут поститься но придут дни когда отнимется у них жених и тогда будут поститься в те дни никто к веткой одежде не представляет заплаты из нубеленной ткани иначе вновь пришит и отдерет от старого и дыра будет еще хуже никто не вливает вина молодого в эти ветки иначе молодое вино прорвет мехи и вино вытечет и мехи пор падут но вино молодое надобно выливать в мехи новые и случилось ему в субботу проходить засеянные поля и ученики его дорогу начали сорвать колоссы и фарисеи сказали ему смотри что они делают в субботу чего не должен делать и он сказал им неужели вы не читали никогда что сделал давид когда имел нужду и взалкал и бывший с ним и как вышел он дом божий при пересвященнике авиафари и ел хлебе предложения который не должен был есть никому кроме священника и дал и бывший с ним и сказал им суббота для человека не человек для субботы посему сын человеческий есть господин и суббота евангелие от марка 3 глава и пришел опять в синагогу там был человек имевший иссохшую руку и наблюдали за ним не исцелит ли его в субботу чтобы обвинить его он же говорит человеку имеющему иссохшую руку стань на середину а им говорит должен ли в субботу добро делать или зло делать душу спасти или погубить но они молчали и возрев на них с гневом скорби об ожесточении сердец и говорит тому человеку пройти не руку твою он протянул и стала рука его здорово как другая фарисеи фарисеи видя немедленно составили с радиадами совещание под него как бы погубить его но иисус с учениками своими удалился к морю и за ним последовало множество народа из галилеи и иерусалима и думе и за иордан и живущий воскресности ктира и седона услышав что он делал шли к нему с великим множеством и сказал ученикам своим чтобы готовы были для него водка по причине многолюстра дабы не теснили его ибо многих он исцелил так что имейшие язвы бросались к нему чтобы коснуться и и духи нечистые когда видели его падали перед ними кричали ты сын божий но он строго запрещал им чтобы не делали его известным потом зашел на горы и позвал к себе кого сам хотел и пришли к нему и поставил из них двенадцать чтобы с ними были и чтоб посылать их на проповедь и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять веса поставил симона нарекшему имя петр якова заведеева и иоанна брата якова нарекшие им имена у анаргес то есть сына громого андрея филиппа варфоломея матфея фому и якова алфеева фадея симона канонита иуда искариотского который и предал его и приходит в дом и опять сходится и народ так что им невозможно было и хлеба и услышав ближнего пошли взять его и говорили они что он вышел из себя а книжники пришедшие из иерусалим и говорили что он имеет в себе везли и у их слов и что они сгоняют весов силу бесовского т� yüzden и призвав его говорил им притчами как может сатана изгонять сатану мысли царство разделилось саму в себе не может устоять царство если дом раздел reality сам себе не может устоять долг вес цена она востала на самого себя и разделился не может устоять 3 но пришел конец никто войдя в дом сильного не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Истинно, говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, каким бы ни хули. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению. Сие сказал он, потому что говорили в нем нечистый дух. И пришли матери брать его, стоя вне дома, и послали к нему звать его. Около него сидел народ и сказали им, вот матерь твоей братья и сестры твои вне дома и спрашивают тебя. И отвечали им, кто матерь моей братья? И обозрев сидящих вокруг себя, говорили вот матерь моей братья, ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат, сестра и матери. И опять начал учить Приморье, и собрались к нему множество народу, так что он вошел в лодку и сидел на море. И весь народ был на темле у моря, и учил их притчами многое, в учении своем говорил. Слушайте, вот вышел сеятель сеять, и когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы, и потревали топ. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и терния выросла, и заглушила семья. И оно не дало плода, и оно не дало плода. Иное упало на добрую землю, и дедолу плод, который взошел и вырос, и принесло иное тридцать, иное шестьдесят, иное сто. И сказал им, кто имеет уши, слышит да слышит. Когда же остался без народа, окружающего вместе с двенадцати спросили его о притче. И сказал им, вам дано знать тайны Царствия Божьего, а тем внешним все бывает в притче. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, и да не обратятся, и причины будут им грехи. И говорит им, не понимаете этой притчи, как же вам уразуметь все притчи? Сеятель слово сеет, посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышит тотчас, приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах. Подобным же образом и посеянным на каменистом месте означает тех, которые, когда слышат слово, тотчас с радостью принимает его, но не имеют в себе форме и непостоянны, потому, когда настанет скор, или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слова, но в которых забота века сего, обольщение богатства и другие пожелания, входя в них, заглушает слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод, один в тридцать, другой в шестьдесят, иной в сто крат. И сказал им, для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать, не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике, и нет ничего тайного, что не сделалось бы явно, ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши, слышит, да слышит. И сказал им, замечайте, что слышите, какую меру мерите, такой отмирено будет вам, и прибавлено будет вам слушащим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что и нет. И сказал, Царствие Божие, подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит и встает, и ночью, и в днем, и как семя всходит и растет, не знает он, и земля сама собой производит сперва деле, потом колос, и потом полное зерно в колосе. Когда же созревает плод, немедленно посылает сед, потому что настало жатву. И сказал, чему подобен Царствие Божие, или какую притчу изобразить могут. Оно, как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно, восходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью не могут укрыться и птицы небесные. И таковы многим притчами проповедовало слово, сколько они могли слышать. Все притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все. Вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону. И они, отпустив народ, взяли его с собой, как он был в лодке, и с ним были и другие лодки. И поднялась великая буря, волны били в лодку, так что она уже наполнялась водой. А он спал на корме, на возглавии. Его будят и говорят ему, «Учитель, неужели тебе нет нужны, что мы погибаем?» И встав, он заплетил ветру и сказал море, «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им, «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим, и говорили между собой, «Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему?» И пришли на другой берег моря, в страну Годоринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы. Никто не в силу был укротителем. Всегда ночью и днем в горах и в гробах кричал он и бился камни. Увидев же Иисуса издалека, Иисуса издалека прибежал и поклонился ему. И, вскричав громким голосом, сказал, «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня!» Ибо Иисус сказал ему, «Выйди, дух нечистый из всего человека!» И спросили его, «Как тебе имя?» И он сказал в ответ, «Легион имя мне, потому что нас много». И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Посол же там при горе большой стадо свиней. И просили его все бесы, говоря, «Пошли на нас свиней, чтобы нам войти в них!» И Иисус тотчас позволил вам, и нечистые духи, выйдя, вошли в свиней, и устремилось стадо скрутизны в море, а как их было около двух тысяч, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревьях, и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. И приходит Иисус и видит, что бесновавшийся, в котором был регион, сидит и одет и в травмобе, и устрашились. И видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым и свиньей. И начали просить его, чтобы отошел от пределок их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал, «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя. И пошел и начал проповедовать десятиградник, что сотворил с ним Иисус и все дивились. И когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к нему множество народов. Он был в море. И вот приходит один за начальником в синагоге по имени Иаир и увидел его и падает к ногам его и усиленно просит его, говоря, «Дочь моя присмертая, приди, возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением двенадцать лет, много претерпела от многих врачей и истощила все, что у ней было, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде ибо говорила, «Если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровела». И тот, чеши всяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус почувствовал сам себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал, «Кто прикоснулся к одежде моей?» Ученики сказали ему, «Ты видишь, что народ теснит тебя и говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сидела и это. Сделала. Женщина в страхе и трепете, зная, что с ней произошло, подошла, пала перед ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей, «Черк, вера твоя спасла тебя, иди в мире и будь здоров от болезни твоей». И когда он еще говорил с ей, приходит от начальника синагоги и говорят, «Дводчество я умерла, что еще уструждаешь учителем?» Но Иисус, услышав все слова, тотчас говорит начальнику синагоги, «Не бойся, только веру». И не позволил никому следовать за собой, кроме Петра, Якова, Иоанна и брата Якова. И приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих и вопиющих громко. И войдя, говорит им, «Что смущаетесь и плачете?» Девица не умерла, но спит. И смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собой отца и мать девицы и бывших с ним и входит туда, где девица лежала. И, взяв девицу за руку, говорит ей, «Талифа куми, что значит, девица тебе, говорю, встань». И девица точно встала и начала ходить. Ибо была лет двенадцати и видевшие пришли великое изумление. И он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал и сказал, чтобы дали ей есть. Оттуда вышел он и пришел в свое отечество и за ним следовали ученики его. И когда наступила суббота, он начал учить в синагоге и многие слушающие с изумлением говорили, «Откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И какие такие чудеса совершаются в руках его, руками его? Не плотник ли он сын, сын Марии, брат Иакова, Иосифа, Иуды, Симон? Не здесь ли между нами его сестры? И соблазнялись они он. Иисус же сказал им, «Не бывает пророк бесчестий, разве только в отечестве своем и у сводников и в доме своем, и не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки и стылил их. И дивился, не верю их, и потом ходил по окрестностям с селениями и учил, и призвав двенадцать, начал посылать их по два, и дал им власть над нечистыми духами, и заповедовал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни суммы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд. И сказал им, «Если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете, из того места, и если кто не примет вас и не будет слушать вас, того, выходя оттуда, то, выходя оттуда, отрехите прах от ног ваших, во свидетельстве на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содома и Гамора в день сюда, нежели к тому городу». Они пошли и проповедовали покаяние, и изгоняли многих бесов, и многих больных мазали маслом и стреляли. Царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя его стало гласно, говорит, «Это Иоанн Креститель, воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Другие говорили, «Это Илья, а иные говорили, это пророк». Или как один из пророков. Ирод же, услышав, сказал, «Это Иоанн, которого я безгладен, он воскрес из мертвых, ибо сей род, послав, взял Иоанн и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Файлика, брата сына, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду, «Не должен тебе иметь жену, брата ты его». Иродиада, злобясь на него, желала убить его, но не могла. Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его, и много делай, слушай сего, и с удовольствием слушай его. Настал удобный день, когда Ирод по случаю дня рождения своего делал пир вельможем своим, тысячечным начальником и старейшим голливейским. Дочерь Иоанна вышла и прессала и угодила Ироду и разлежавших с ним. И царь сказал девице, «Проси у меня, чего хочешь, и дам тебе». И крялся ей, что не попросишь у меня, дам тебе, даже до половины моего царства. И вышла и спросила у матери своей, «Чего просить?» Та отвечала, «Головы Иоанна Крестителя». И она тотчас послась поспешно всю к царю и просила, говоря, «Хочу, чтобы ты мне дал теперь на блюде головы Иоанна Крестителя». Царь опечалился, но ради клятвы, возлежащей с ним, не захотел отказать. И тотчас спасал руженосца царь и повелел принести голову ему. И он пошел, отсек ему голову в темнице и принес голову его на блюде. И я дал ее девице, и девица отдал ее матери своей. Ученики его услышав, пришли, взяли тело его и положили его во гробе. И собрались апостолы к Иисусу и рассказали им все, что сделали и чему научили. И он сказал, «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть не было некое». И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ же, народ увидев, как они отправлялись, и многие узнали их, и бежали туда пещшие со всех городов, и предупредили их, и собрались к ним. И Иисус, выйдя, увидел множество народа и жалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастырь, и начал учить их много. И как времени прошло много, ученики его, приступив к нему, говорят, «Место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревья и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть». Он сказал им в ответ, «Вы дайте им есть». И сказали ему, «Разве нам пойти купить хлеба динарив на двести и дать им есть?» Но он спросил их, «Сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите». Они узнав, сказали, «Пять хлебов и две рыбы». Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве. И сели рядами, постой по пяти листик. И он, взяв хлеб, пять хлебов и две рыбы, возрев на небо и благословил и переломил хлебы и дал ученикам с вами, чтобы они раздали им. И две рыбы разделил на всех. И ели все и насытились. И набрали кусков хлеба, остатков от рыбы двенадцать полных коров. Было же, евших хлеба, около пяти тысяч мужей. И точишь, понудил учеников своих войти в лодку и оправиться вперед на другую сторону к Евсаиде, пока он отпустит народ. И, отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле. И увидев их, бедствующих, под плаванием, потому что ветер был им противным, около же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они увидели его, идущего по морю, и подумали, что это призрак, и вскричали. Ибо все видели его и испугались. И тотчас говорил с ними, и сказал им, ободритесь, это я, не бойтесь. И вошел к ним в лодку, и ветер утих, и они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено. И переправившись, прибыли в землю Ганисарецкую и пристали к берегу. И когда вышли они из лодки, тотчас жители, узнав его, отбежали всю окрестность и начали на постелях приносить больных туда, где он, где слышно было, и находился. И куда ни приходил он в селение, ни в города, ни в деревнях, хвали больных на открытых местах и просили его, чтобы им прикоснуться хоть к краю одежды его, и которые прикасались к нему и исцелялись. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Мир вам! Классно! Удачи! Достой! Евангелие от Марка 7 глава Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима, и увидев некоторые из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли, ибо фарисеи и все иудеи, держась в предании старцев, не едят, не умыв тщательно рук, и, придя с торга, не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться, наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники, зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб? Он сказал им в ответ, хорошо пророчествовал вас лицемерах Исаии, как написано, люди сей чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но чтетно чтут меня, уча учениями и заповеди человечества. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь в предании человечества, омовение кружек и чашек и делайте многое другое всему подобное. И сказал им, хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божия, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал, почитай отца своего и мать свою, и злословище отца или мать смертью умрет. А вы говорите, кто скажет отцу или матери порван, то есть дар Богу, то чем бы ты от меня пользовался? Тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своей или матери своей, устраняя слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делайте многое всему подобное. И призвав весь народ, говорит им, слушайте меня, все и разумейте, ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто умеет уши слышать, то слышит. И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им, неужели вы так непонятливы, неужели не разумеете, что никто извне исходящего человека не может осквернить его, потому что не в сердце его входит, а в чрево. И выходит вон, чем очищается всякая пища. И далее сказал, исходящее из человека осквернят человека, ибо изнутри сердца человеческое исходят злые, помыслы, прелюбодеяния, любодеяния и убийства, кражи, лихаимство, злоба, коварство, непотребство, завистливый ок, богохудство, гордость, безумство. Все это зло изнутри исходит и оскверняет человека. И отправившись оттуда, пришел в предел Тирский и Сидонский, и, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться, ибо услышала о нем женщину, у которой дочь держима была нечистым духом, и, придя, припала к ногам его. А женщина та была язычница, родом Серафиникиянка, и просила его, чтобы изгнал бес из ее дочери. Но ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить пса. Она же сказала ему в ответ, «Так, Господи, но и псы под столом едят крохи детей». И сказал ей, «За это слово пойди, бес вышел из дочери твоего». И, придя в дом, в свой дом, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели. Выйдя из пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому и через пределы Дестиградия. И привели к нему глухого, косноязычного и просили его возложить на него руку. Иисус, отведя его в сторону от народа, вложил персты свои уши и плюнув коснулся языка и возрев на небо вдохнул и сказал, «Ефава, ефафа», то есть отверзись. И точис отверзся у него слух и разрешил узы от его языка и стал говорить чисто. И повелел им не сказывать никому, но сколько он не запрещал им, они еще более разглашали. И чрезвычайно удивились и говорили, «Все хорошо делают, и глухих делают слышащими, и немых говорящими». Евангелие от Марка, восьмая глава. «В те дни, когда собралось весьма много народа и нечего было им есть, Иисус призвал учеников свои и сказал им, «Жаль мне народа, так что же три дня находятся при ней, и нечего им есть. И если не евшим отпущу их в домы, в домы их ослабеют дороги, ибо некоторые из них пришли издалека». И ученики отвечали ему, «Откуда мог бы кто взять здесь и в пустыне хлебов, чтобы накормить?» И спросил их, «Сколько у вас хлебов?» Они сказали, «Семь». И тогда велел народу возлечь називу, и взяв семь хлебов, воздав благодарение, преломил и дал ученикам своим, чтобы они раздали они, и они раздали народу. И было у них немного рыбок, и благословив, он велел раздать и их. Ели и насытились, и набрали оставшихся кусков семь корзин. Евших же было около четырех тысяч, и отпустил их. И тотчас, войдя в лодку, с учениками своими, прибыл в пределы Долманувский. Вышли фарисеи, начали с ним спорить, требуя от него знамений с неба, искушая его. И он, глубоко вздохнув, сказал, «Для чего род сей требует знамений? Истинно, говорю вам, не даст роду сей знамений». И оставив их, отправился на ту сторону. И при всем ученики его забыли взять хлебов и кроме одного хлеба не имели с собой лодки. И он заповедовал им, говоря, «Смотрите, берегите закваски фарисейские, закваски иродные». И рассуждая между собой, говорили, «Это значит, что хлебов нет у нас». И Иисус, уразумев, говорит им, «Что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете или не разумеете? Еще ли окаменело у вас сердце? И имея очи не видите, и мои уши не слышите и не помните, когда я пять хлебов преломил для пяти тысяч человек, сколько полных коробов набрали вы кусков? Говорят им, двенадцать, а когда семь для четырех тысяч, сколько корзин набрали вы оставшихся кусков? Сказали семь. И сказал им, «Как же не разумеете?» Приходит Левсаиду и приводит к нему слепого и просит, чтобы прикоснуться к нему. И он, взяв слепого за руку, вывел его вон из сиденья и, плюнув в умные глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли он что? Он, взглянув, сказал, «Вижу проходящих людей, как деревья». Потом опять возложил руки на глаза и убедил ему слюнусь. И он тотчас истерел и стал видеть и пошел Иисус с учениками своими в селении Кесарии Филиппов. Дорогу он спрашивал учеников своим, «За кого почитают меня люди?» Они отвечали, «За Иоанна Пресителя, другие за Идию, а иные за одного из пророков». И он говорит им, «А вы за кого почитаете меня?» Петр сказал ему в ответ, «Ты Христос». И запретил им, чтобы никому не говорили о нем. И начал учить их, что и книжниками и быть убитым и в третий день воскреснуть. И говорил о всем открытом, но Петр отозвав его, начал прикословить его. Он же обратившись, взглянув на учеников своих, воспретил Петру и сказал, «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божий, но что человеческое». И подозвав народ с учениками своими, сказал им, «Кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною». И кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, Евангелия, тот сбережет ее. И какая польза человеку, если он предвидет весь мир, а душе своей поведетит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? И кто посадится меня и моих слов в роде всем прелебодейным и грешным, того «Слава тебе Боже, слава тебе Боже, слава тебе Боже, мир вам! Есть ли кто-то на том конце? А я уж подумал, что кто-то слушает. Идем дальше. Евангелие от Марка 9 глава И сказал им «Истинно говорю вам, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшие в силе. И по прошествии дней шести взял Иисус Петра и Якова и Иоанна и возвел на горы высокую особо их. Я дних и преобразился перед ними. Одежды его сделали блестающими весьма белыми, как снег и как земля, как на земле белищик не может выбиться. И явился им Илия с Моисеем и беседовал с Иисусом. Присем Петр сказал Иисусу «Рави, хорошо нам здесь быть, сделаем трекущий тебе одну, Моисея одну и одну Илия, ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. И явилось облако осеняющее них, и из облака и шел глаз глаголища «Сей есть Сын Мой возлюбленный, его слушайте». И внезапно посмотрев вокруг, никого более собой не видели, кроме одного Иисуса. Когда же сходили они с горы, он не велел никому рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. И они удержали это слово, спрашивая друг друга, что значит воскреснуть из мертвых. И спросили его, как же книжники говорят, что Илья надлежит прийти прежде? И он сказал им ответ, правда, Илья должен прийти прежде и устроить все, и Сыну Человеческого, как написано о нем, надлежит много постарать быть учительным чежимом. Но говорю вам, что Илья пришел, и поступили с ним, как хотели, как написано о нем. И придя к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними. То часу увидев его, весь народ изумнился и подбегая приветствовали его. И он спросил книжников, о чем спорите с ним? Один из народа сказал в ответ, учитель, я привел к тебе сыном его, одержимый духом ему, где не схватывая его, повергает его на землю, и он испускает пену, искрежет зубами своими, цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, но они не могли. И отвечает ему Иисус сказал, о род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне, и привели его к нему. Как скоро бесноват увидел его, и спускал пену. И спросил Иисус отца его, как давно это сделалось с ним, он сказал, с детства, и многократно дух бросал его, и в огонь и воду, чтобы погубить его, но если что можешь сжать ся над нами и помоги ему. Иисус ему сказал ему, если сколько нибудь можешь веровать, все возможно верующему. И тотчас отец отрок воскликнул со слезами, верую Господи, помоги моему неверию. Иисус видев, что сбегается народ, запретил духу нечистому и сказал ему, дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него. И вскрикнув и сильно сотрясший его, вышел, и он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус взяв его за руку, поднял его, и он встал. И как вышел Иисус в дом, ученики его спрашивали его наедине, почему ему не могли изгнать его? И сказал им, сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста. Выйдя оттуда, проходили через Галилею, и он не хотел, чтобы кто узнал, и бы учил своих учеников и говорил, но они не разумели сих слов и спросить его боялись. Пришел в Капернаум и когда был в доме спросил их, о чем дорогу рассуждали между собой? И они молчали, потому что дорогу рассуждали между собой кто больше. И Сев призвал двенадцать из казахов, кто хочет быть первым путь, будь из всех последним и всем слугой. И взяв девтя, поставил его посреди его, кто примет одно из таких детей во имя мое, тот принимает меня, а кто меня примет, тот не меня принимает, но пославшего меня. Присем Иоанн сказал, учитель, мы видели человека, который именем твоим изгоняет бесов. Они ходят за нами и запретили ему, потому что не ходят за нами. И Иисус сказал, не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем моим, не может сколь злословить меня. Ибо кто не против вас, тот за вас, и кто напоит вас чашу воды во имя мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды свои. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если повесили ему жерновый камень на шею и бросили его в море. И если соблазняет тебя рука твоя, от теки ее, и лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в ген, в огонь не угаси, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее, лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть ввержен ген, где огонь не угасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его, лучше тебе с одним глазом войти в царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержен ген огонь где червь их не умирает и огонь не угасает. Ибо всякие огнем осолятся и всякая жертва солью осолится. Соль добрая вещь, но если соль не солена будет, чем же вы ее поправите? Имейте в себе соль и мир имейте между собой. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи благослови. Мир вам! Вы слышите? А еще что-нибудь читать можешь? Да, конечно, это Святая Библия, Слово Живого Бога. Прочитаем дальше. Марка 10 глава. Отправившись оттуда, приходит в предел иудейский за Ирладанскую стороной и опять собирается к нему народ по обычаю своему и он опять учил их. И подошли фарисеи и спросили, искушая его, позволительно ли разводиться мужу и жену? Он сказал им в ответ, что заповедовал вам Моисей? Они сказали, Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться. Иисус сказал им в ответ, по жестокосердию вашему он написал вам всю заповедь. В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их. Посему оставит человек отца свою и мать свою и прилепится к жене и будут двое и одна плоть. Так что они уже не двое и так что Бог сочетал того человек да не разлучает. В доме ученики его опять спросили о том же и он сказал им кто разведется женой своей и женится на другой тот прелюбодействует от нее. Если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого прелюбодействует. Приносили к нему детей чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то Иисус вознегодовал и сказал им пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам кто не примет Царствие Божие как дитя тут не войдет в него. И обняв их возложил руки на них и благословил их. И когда выходил он в путь подбежал некто и пал перед ним за колени и спросил его учитель благей что мне делать чтобы наследовать жизнь вечную. Иисус сказал ему что ты называешь меня благим никто не благ а как только один бог знаешь заповеди не прелюбодействуй не убивай не кради не лжесвидетельствуй не обижай почитай отца твоего и мать он же сказал ему ответ учитель все это я сохранил от юности иисус взглянув на него полюбил его и сказал одного тебе не достает пойди все что умеешь продай нищим и будешь иметь сокровища на небесах и приходит и приходи и последуй за мною взяв крест он же смутившись от его слова отошел с печати потому что у него было большое умение и посмотрев вокруг вокруг иисус говорит ученикам как трудно имеющим богатство войти в царствие божие ученики узашнулись от слов его но иисус опять говорит им ответ дети как трудно надеющимся на богатство войти в царствие божие удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши нежели богатому войти в царствие божие они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собой кто же может спастись иисус воздрев на них говорит человеком это невозможно но не богу ибо все возможно богу и начал петр петр говорить ему вот мы оставили все и последовали за тобой иисус сказал в ответ истинно говорю вам нет никого кто оставил его дом или братьев или сестер или отца или мать или жену или детей или земли ради меня евангелия и не получил бы ныне во время сие среди гонений во сто крат более домов братьев и сестер и отцов и матерей и детей и земель а веки грядущим жизнью вечную многие же будучи первые последними будут последними и последние первыми и когда они были на пути восходя в Иерусалим иисус шел впереди их а они ужасались и следуя за ним и были в страхе подозвав двадцать двенадцать они опять начали говорить о том что были сыны вот мы восходим в Иерусалим и сын человеческий предан будет перед священником и книжником и осудят его на смерть и предадут его язычникам и поругаются над ним и будут бить его и оплюют его и убьют его и в третий день воскреснет тогда подошли подошли к нему сыновья заведеевы и якобы и уанны и сказали учитель мы желаем чтобы ты сделал нам о чем попросит и он сказал чего хотите чтобы я сделал вам и он сказал им дай нам сесть у тебя одному по правую сторону а другую по левую славе твоей но иисус сказал им не знаете чего просите можете ли пить чашу которую я пью и креститься крещением которым я крещу они отвечали можем иисус сказал чашу которую я пью будете пить и крещением которой я крещусь будете креститься а дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит но кому уготовано и услышав десять начали вы негодовать на якова и Иоанна иисус уже подозвав их сказал им вы знаете что почитающиеся князьями народа господствуют над ними и вельможи хвастают им но между вами да не будет так а кто хочет быть большим между вами да будет вам слугой и кто хочет быть первым между вами да будет всем ибо и сын человеческий не для того пришел чтобы служить но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих приходит в Иерихон и когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа Вартимей сын Тимеев слепой сидел у дороги прося минусы и услышав что это Иисус на заре он начал кричать и говорить Иисус сын Давидов помилуй меня многие заставляли его молчать но он еще более стал кричать сын Давидов помилуй меня и Иисус остановился и велел его позвать зовут слепого и говорят ему не бойся вставай зовет тебя и спросил с себя и сбросил с себя верхнюю одежду встал и пришел к Иисус и отвечая ему Иисус спросил чего ты хочешь от меня слепой сказал ему учитель чтобы мне прозреть Иисус сказал ему иди вера твоя спасла тебя и он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге может у вас какие-то вопросы есть заходите на наши ресурсы у нас большие ресурсы в ютубе 42 миллиона просмотров а как канал называется канал называется во свете библии так как во свете библии свет во свете библии там такой бородатый дедушка нарисован на обложке там 42 тысячи подписчиков нашлось да сейчас захожу грузится мы верующие людям рассказываем бородатый дедушка с красной книгой да 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 вот вот бородатый дедушка в чатрулетке сидит да да вот посмотрите как живут православные верующие люди много полезных заходите подписывайтесь на канал вы узнаете как жить для бога как душу свою спасти потому что мы должны жить по заповедям божьим и для этого нас бог призвал они не делать грехи грех убивает человека вы никогда не играйте в компьютерные игры ходите в церковь не материтесь не пейте не курите не обманывайте почитайте родителей тогда господь благословит вашу жизнь и вы будете вас не коснется то что касается других вот подписался а у вас библия есть дома да две книжки вот одна у нас на полке другая в сейфе у вас верующие родители у меня да православные христиане а в храм вы ходите да мы каждый день туда ходим мы когда ну мы ночью всегда ходим или вечером когда как когда выходной мы ходим всегда утром слава христу ну вот я сейчас читал да евангелие это самое высшее то есть слово божие самый высший авторитет который только есть чистое слово представляете бог владыка вселенной говорит нам слово ну который мы можем только слушать и повиноваться а его всячески скрывают от людей всякой мутью всякой грязью голову забивают только чтобы не услышать слово господа он слово это очищает человека душу его если хотите я могу и дальше почитать ну давайте ну вы старайтесь каждый день читать потому что мы как питаем свою плоть так же надо питать свою душу плоть питается пищей а пища для души это слово божие молитва вот недавнее видео час назад да вот это дедушка это он православный проповедник он за слово божие сидел даже в советское время же когда было гонение назовел и вот его сажали то есть он исповедник божий не не предал много людей он привел к богу тысячи людей тысячи вы если захотите если у вас какие-то вопросы будут вы можете своих родителей даже взять и выйти на него по скайпу он открыт для всех общаться любые вопросы он ответит он настоящий верующий человек по скайпу если наберете Игнатий Лапкин то вы на него выйдете и он вас примет а дискорд у него есть дискорд это что такое это наподобие скайпа нет вот он только в скайпе он в скайпе разбирается вот я написал смотрите Игнатий Лапкин если наберете в скайпе он такой единственный больше таких нет да тут написано на канале открытом окном Игнатий Лапкин да вот вы выйдете на него можете с родителями так самые сложные вопросы самые тяжелые по всем можете задать и он ответит по описанию вопросы он очень хорошо знает очень много работал с сектантами многих сектантов он привел к православию он это все прекрасно знает тут написано можно задать ВК одноклассники twitter facebook это группы группы а вот так напрямую пообщаться напрямую в скайпе только пообщаться да у нас большие ресурсы сайт есть огромный сайт там тоже много вопросов есть много ответов сейчас я вам скину ссылку на этот сайт там все ответы есть то есть вот колонка сейчас а я на телефоне сижу а ну вон телефоне да ну тоже если наберете если наберете в гугле открытым оком во свете библии сайт то там выйдет сайт и там справа колонка и по всем темам ответы на вопросы во свете библии то есть как господь а вот утренняя молитва по скайпу тут мы молимся постоянно да по скайпу читаем священное писание с толкованием святых отцов ходим в храм церковь проповедуем людям людям призываем к богу чтобы люди жили правильно все вижу что дальше читать будете ну я сейчас да дальше пойду читать 11 глава евангелия от марка когда приблились к Иерусалиму Лифагии Лифании горе Ильонской Иисус посылает двух из учеников своих и говорит им пойдите в селение которое прямо перед вами входя в него точишь найдете привязанного молодого осла на которого никто из людей не садился и отвязав его приведите если кто скажет вам что вы это делаете что вы это делаете отвечайте что он наюдомен Господу и точат пошлет его сюда и они пошли и нашли молодого осла привязанного в ворот на улице и отвязали его и некоторые стоящих там говорили что делаете зачем отвязывать осленка и они отвечали как повелел Иисус и те отпустили и привели осленка к Иисусу и возложили на него одежи свои Иисус сел на него многие же постилали одежи свои по дороге а другие резали ветви стерев и постилали по дороге и пришедшие и сопровождавшие восклицали осана благословен грядущий во имя Господня благословен и грядущий во имя Господа Царства Отца нашего Давида осана вышнет и вышел Иисус в Иерусалим и в храм и осмотрев все как время уже было позднее вышел в Бифанию двенадцать и на другой день когда они вышли из Бифании он залкал и увидев издалека смоковницу пошел не найдет ли на ней чего на ней но придя к ней ничего не нашел кроме листьев ибо еще не время было собирание смок и сказал ей Иисус отныне да не вкушает от тебя никто от плода вовек и слышали это ученики его пришли в Иерусалим Иисус выйдя в храм начал выгонять продающих и покупающих в храме и столы миновщиков в скамье продающих голубей опрокинут и не позволял чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь и учив их говоря не написано ли дом мой домомолитвы наречется для всех народов а вы сделали вертепом разбой и услышав это книжники и предсвященники и искали как бы погубить его и выбоялись его потому что весь народ удивлялся учением когда же стало поздно он вышел вон из города поутру проходя мимо увидели что смоковница засохла до корня и вспомнив Петр говорит ему рови посмотри смоковница которую ты проклял засохла Иисус отвечает имейте веру в Божию ибо истинно говорю вам если кто скажет горейся поднимись и вернись в море и не усомнится в сердце своем но поверишь что сбудется по словам его будет ему что не скажет потому говорю вам все чего не будете просить в молитве верьте что получится и будет вам и когда стоите на молитве прощайте если что имейте на кого дабы отец ваш немец простил вам согрешение ваше если же не прощаете то отец ваш небес не простит вам согрешение ваше пришли опять в Иерусалим и когда он уходил в храме подошли к нему предсвященники и книжники и старейшины и говорили ему какую властью ты это делаешь и кто тебе дал власть делать это Иисус сказал им ответ спрошу и я вас об одном отвечайте мне тогда и я скажу вам какую властью это делаю крещение Иоанна с небес было и они рассуждали между собой если скажем что с небес то он скажет почему же вы не поверили а сказать от человеков боялись народу потому что все полагали что Иоанн тотчас был пророк точно был пророк и сказал в ответ Иисус не знаем тогда Иисус сказал им в ответ и я не скажу какой властью это делаю 12 глава Марта и начали говорить им причиной Некоторый человек насадил виноградник и обнес обратно и выкопал точила и построил башню и отдав его винограду он отлучился и послал свое время к виноградным слугу принять виноградных плодов от виноградника они же схватив его убили и отослали ни с чем и опять послал к ним другого слугу и тому и тому камнями разбили голову и отпустили его из бесчестия и опять иного послал и того убили и многих других то убили то убивали имея же еще одного сына любезного ему напоследок послал его к ним говоря постыдятся сына моего но виноградаре сказали друг другу это наследник пойдем убьем его и наследство будет наше и схватив его убили выбросили вон из виноградника что же делает хозяин виноградника придет предаст смерть виноградаре и отдаст виноградник другим Неужели вы не читались его в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделал с игловой его. Это от Господа есть дивно в очах ушей. Не старались схватить его, но побоялись народа. И вы поняли, что о них сказал притчу, и оставив его, отошли. И посылают к нему некоторых с хрисеев и рыбья, чтобы ловить его в слове. Они же, придя, говорят ему, «Учитель, мы знаем, что ты справедлив, и не забочишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо, но истинном пути Божий учишь». «Посводительно ли давать, подать кесарю или нет? Давать ли нам или не давать?» Но он, зная их лицемерие, сказал им, «Что искушаете мне? Принесите мне динарий, чтобы мне видеть его». Они принесли. Тогда говорит им, «Чего это изображение и надпись?» Они сказали ему, «Кесареву». И Иисус сказал им в ответ, «Отдавайте кесарю кесареву, а Божье – Богу». И дивились ему. Потом пришли к нему садукеи, которые говорят, что нет воскресенья, и спросили его, говоря, «Учитель, Моисей написал нам, если у кого умрет брат и оставит жену, а детей не оставит, то брат его пусть возьмет жену и восстановит семя брата с ним». Было семь братьев. Первый взял жену, умирая, не оставил детей. Дьяв ее второй и умер, и он не оставил детей, и также и третий. И брали ее за себя, семеро, и не оставили детей. После всех умерла и жена. Итак, воскресенье, когда воскреснет, которого из них будет она женой, и без семеро имели ее жену. Иисус сказал им в ответ, «Этим ли приводитесь в заблуждение, не зная описания ни силы Божьей? Ибо когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж уходить, но будут, как ангелы на небесах. А о мертвых, что они воскреснут, разве не читали в их книге Мессии, как Бог при Купине сказал им, «Я Бог Авраама, Бог Исаак и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. И так вы весьма заблуждаетесь». Видишь, сюда подошли садукеи. Это такая секта была при Иисусе, ну, во времена Иисуса, которые не верили в то, что у человека бессмертная душа. То есть, они думали, как вот свидетели Иеговы, как вот адвентисты седьмого дня. Сейчас, подожди, подожди, телефоны. Алло? Ну, давай. Давай. Мам, не читай. Угу. Двадцать девять? Угу. Все. Восемь девять. Пять два. Четыреста двадцать девять. Сорок восемь девяносто. Далее давайте. Видишь, во время Иисуса была такая секта, садукеи, которые пришли, и ему задали этот вопрос смешной про то, что он прожжен. Что, мол, если возьмут там семь мужей, возьмут одну и ту же жены, чья она будет жена при воскресенье из мертвых? Они не верили в воскресенье из мертвых. То есть, что оно будет. Они верят. И не верили. Почему не верили? Потому что не верили в душу. Они думали, что душа умирает вместе с телом. И они принимали всего лишь пяти книжек Месеева. То есть, они Библию не принимали в полноте. Пять. То есть, в точности, как адвентисты седьмого дня или следители Иеговы выбросили какие-то книги из Библии. И вот их Иисус на место поставил как, да? То есть, Он им говорит. Говорит. Что Он говорит? Что? Разве, говорит, вы не читали? То есть, на основании вот этих книг, которые они верят. Что Господь сказал. Я Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. То есть, Он говорит. Они же все умерли. Авраам, Исаак и Иаков. Но Он говорит. Для Меня они не умерли. То есть, Я Бог живых. Живых? Да. И тем самым, Он их поставил на место. То есть, Он их опроверг Писанием. И они вот замолчали от этого. Сегодня свидетели Иеговы и адвентисты точно так же верят. Они не верят, что душа идет в ад или в рай. Они думают, что она вместе, как бы засыпает вместе с телом, когда тело умирает. Но вот это место Писание их опровергает. Ясненько. Так. Один из книжников слышит прение и видит, что Иисус... Сейчас я бабушке позвоню. Хорошо. Мне просто ее с днем рождения поздравить надо. Поздравьте. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Один из книжников, слыша их прение и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его, какая первая из всех заповедей? Иисус отвечал ему, первая из всех заповедей. Слушай, Израиль, Господь Бог наш есть, Господь един. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоим, всем разумением твоим, всей крепостью твоей. Вот первая заповедь. Вторая подобна ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной больше всех заповедей нет. Книжник сказал ему, хорошо учите, истину ты сказал, что один есть Бог, и нет иного, кроме Его. И любить Его всем сердцем, и всей умом, и всей душой, и всей крепостью. И любить ближнего, как самого себя. Есть больше всех жертв, все сожжений и веры. И Иисус, видя, что Он разумно отвечал, сказал ему, недалеко ты от Царствия Божьего. После того, никто уже не смел спрашивать его. Продолжая учить в храме, Иисус говорил, как говорят книжники, что Христос есть сын Давида. Давид, то есть своих псалмав, говорил, что про себя, что Христос восстанет, будет сыном Давида. Они считали, что он сын Давида. Ибо сам Давид сказал Духом Святым, сказал Господь Господу ему, сиди, одеснуй меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Итак, сам Давид называет его Господом. Как же он сын ему? И множество народа слушало его с усложнением. Видишь, Иисус убеждал то, что он указывал на то, что он Бог. Они были к этому не готовы это слышать. То есть они думали, что это человек простой. И он их постепенно вводил в это понимание. И говорил им в учении своем, остерегайтесь книжниках, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пишествах. Сие, поедающие домы вдов и на показ долгомолящиеся, примут тягчайшие осуждения. И сел Иисус против сокровщницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровщницы. И многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила две лепки, что уставляет контракт. И, подозвав учеников своих, Иисус сказал им, «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех плавших сокровщинцев, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание своем». Тринадцатая глава от Марка И когда выходил он из храма, говорит им, один из чайков его, «Учитель, посмотри, какие камни и какие здания». И Иисус сказал им в ответ, «Видишь все великие здания? Все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне». И когда он сидел на горе Елеонской против храма, спрашивали его наедине Петр, Яков, Иоанн и Андрей, «Скажи нам, когда это будет и какой признак, когда все это должно совершиться?» Отвечает им Иисус, начал говорить, «Берегитесь, чтобы кто не прелестил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих прелестят. И когда заушлышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь, им надлежит всему быть, но это еще не конец, ибо восстанет народ и народ и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения, и это начало болезни. Но вы смотрите за собой, ибо вас будут предавать всю дилища и бить в синагогах, и перед правителями и царями поставят вас за меня для свидетельства перед вами. И во всех народах прежде должен быть проповедан Евангелем. Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумайте, но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святый. Придашь же брат брата на смерть, и отец детей, и восстанут дети на родителей и умертвятых, и будете ненавидимы всеми за имя мое, претерпевший же до конца спасется. Когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящего где не должно, читающий да разумеет, тогда находящиеся его идеи добегут в горы. А кто на кровле, тот не сходи в дом, и не входи взять что-нибудь из дома, своего. И кто на поле, не обращаясь и назад взять одежду с ним, горе беременным, питающим сосцами в тени. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваших демонов, ибо в те дни будет такая спорта, какой не было от начала творения, которую сотворил Бог даже до ныне и не будет. Если бы Господь не сократил тех дней, то не спасла бы никакая плоть, но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни. Тогда, если кто вам скажет, вот здесь Христос, или вот там, не верьте, ибо восстанут же Христы и лже-пророки и дадут знамения, чудеса, чтобы прелестить, если возможно, и избранных. Вы же берегитесь, вот я наперед сказал вам все. Но в те дни после скорби той солнца померкнет, лудна не до света слева, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколебуются. Тогда увидит Сына человеческого грядущего на облаках силу, новую славу, и тогда Он пошлет ангелов своих и соберет избранных своих от четырех ветров, от края земли до края неба. От смоковницы возьмите подобие, когда ветви становятся уже мягкие, пускай от мистин, то знайте, что близко летом, так и когда вы увидите, что сбывающимся, то сбывающимся и знайте, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слава моя, но слова мои не придут. О днем же том или часе никто не знает ни ангела небеса, ни сын, но только отец. Смотрите бодростью, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. В другом месте вот ученики Христа спросили, когда это наступит время? И он им тоже, он им отвечает, говорит, это никто не знает, ни ангела, никто, даже не сын человеческий, но это знает только отец. То есть, некоторые спрашивают, говорят, а как же он тогда Богом является, если он не знает Сын Божий, Христос? А он на самом деле не соврал, он ответил по правде. То есть, как человек, он это не знал, а как Бог, он это знал. То есть, очень просто это ответить можно. Потому что он Бога человек. У меня сейчас телефон сядет, по-моему. Что? У меня через 30 секунд телефон отключится. Ну ладно, слава Господу за то, что я вас встретил, вы послушали, вам благословение на пути, стойте вот на этом твердо, ходите в Храм Божий, читайте Библию и живите по заповедям и спасете свою душу. Слава Богу, что вас встретили. Спасибо. До свидания. До свидания. Смотрите, бодрствуйте и молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время, подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин доба, вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы придя внезапно не нашел вас спящим. А что вам говорю, говорите всем, бодрствуйте. От Марка, 14 глава. Через два дня належал быть празднику Пасхи и опресников, и искали перед священники и книжники, как бы взять его хитростью и убить. Но говорили, только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе. И когда был он в Вифане, в доме Симона Прокаженного, и возлежал, пришла женщина с салавастровым сосудом мира из народа чистого, из нарда чистого, драгоценного, и разбив сосуд, возлила на ему на голову. Некоторые же возникдовали и говорили между собой, чему сия трата мира, ибо можно было бы продать его более нежели за 300 динарих и раздать нищим. И роптали на него. Но Иисус сказал, оставьте ее, что смущаете. Она доброе дело делает для меня. Когда нищих, всегда имейте с собой, и когда захотите, можете им благотворить. А меня не всегда имеете. Она сделала, что могла, что могла, предварила помазать тело на погребение. Истинно говорю вам, где не будет проповедана Евангелие сия в целом мире, сказано будет памятью и о том, что она сделала. И пошел Иуда Искариот, один из двенадцатых предосвященников, чтобы предать его имя. Они же, услышав, обрадовались и обещали дать ему сребреньки, и он искал как бы в удобное время предать его. В первый день опресноков, когда закололи пасхалного ангенца, говорят ему ученики его, где хочешь есть пасху, мы пойдем и приготовим. И посылает двух из учеников своих и говорит им, пойдите в город, и встретится вам человек, несущий кувшин воды, последуйте за ним. И куда он войдет, скажите хозяину, дома-то его, учитель говорит, где комната, в которой мне есть пасху с учениками своими. И он покажет вам горницу большую уст готовую там приготовить. И пошли ученики его и пришли в город и нашли, как сказал им, приготовили пасху. И когда настал вечер, он приходит с двенадцатью, и когда они возлежали и ели, Иисус сказал, истинно говорю вам, один из вас идущий со мной предаст меня. Они опечалились и стали говорить им, один и другим неяли, и другой неяли. он же сказал им в ответ, один из двенадцати обмакивающийся со мной в блюде. Впрочем, сын человеческий идет, как писано о нем, но горе тому человеку, которому сын человеческий предается, лучше было бы тому человеку не родиться. И когда они ели, Иисус взяв хлеб, благословил, преломил и дал им и сказал, примите едите сию с тела мое. И взяв чашу, благодарив, подал им и пили из нее все. И сказал им, сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаем. Истинно говорю вам, я же не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царстве Божьем. И воспев пошли на горы Ильианскую. И говорит им Иисус, все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано, порожу пастыри рассеются овцы. В воскресенье же мое я предваряю вас в Галилеи. Петр сказал ему, если и все соблазнятся, но не я. И говорит ему Иисус, истинно говорю тебе, что ты ныне в эту ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься к нему. Но еще с большим усилием говорит, хотя бы мне надлежало и умереть с тобой, не отрекусь от тебя. Тоже и все говорили. Пришли в селение, называемое Гефсимане, и он сказал ученикам посидите здесь, пока я помолюсь. И взял с собой Петра, Якова, Иоанна, и начал ужасаться и толковать. И сказал им, душа моя скорбит смертение, побудьте здесь и бодрствуйте. И отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если можно, миновал его часы. И говорил, Авва, отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего, я хочу, а чего ты. Возвращается и находит их спящим и говорит Петру, Симон, ты спишь, не мог бы бодрствовать один час. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плотнеже немощно и опять отойдя молился, сказав то же слово и возвратившись опять нашел их спящим и богоза у них потяжелели и они не знали, что ему отвечать. И приходит в третий раз и говорит им, вы все еще спите и почиваете? Кончено, пришел час, вот предается сын человеческий в руки грешника. Встаньте, пойдем, вот приблизился предающий. И тотчас, как он еще это говорил, приходит Иуда один из двенадцатых и с ним множество народа с мечами и кольями от предсвященников и книжников и старейшин. Предающий же его дал им знак, сказав, кого я поцелую, тот и есть, возьмите его и ведите осторожно. И придя, тотчас подошел к нему и говорит, рови, рови и поцеловал его. И придя, тотчас подошел к нему и говорит, рови, рови и поцеловал его. А они возложили на него руки свои и взяли его. Один из стоявших тут извлек меч и ударил раба перед священников и отсек ему ухо. Тогда Иисус сказал им, как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день я бывал с вами в храме и учил, и вы не брали меня. Но да сбудется писание. Тогда оставив его, все бежали. Один юноша, завернувшись по ногам у тела в покрывало, следовал за ним. И воины схватили его. Но он оставив покрывало, ногой убежал. И привели Иисуса к перед священнику и собрались к нему все перед священники и старейшные книги. Петр издали следовал за ним, даже во внутрь двора перед священников и сидел со служителем и грел с уогнем. Перед священники же и весь синендрион искали свидетельство на Иисуса, чтобы предать его смерти и не находили. Ибо многие лжесвидетельствовали на него, но свидетельства сии не были достаточны. А некоторые встав лжесвидетельствовали против него и говорили, мы слышали, как он говорил, я разрушу храм сии рукотворный и через три дня воздвигу другой нерукотворный. Но и такое свидетельство их было недостаточно. Тогда перед священник встал посреди и спросил Иисуса, что ты ничего не отвечаешь, что они против тебя свидетельствуют. Но он молчал и не отвечал ничего. Опять перед священником спросил и сказал ему, ты ли Христос Сын Благословенного? Иисус сказал, вы можете не курить? Иисус сказал, я и вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесной силой и грядущего на облаках небесных. Тогда перед священником, разодрав одежиство и сказал, на что еще нам свидетели? Вы слышали богохульство, как вам кажется? Они же все признали его повинным смертью. И некоторые начали плевать на него и закрывая ему лицо, ударять его и говорить ему, прореки. И слуги били его планетами. И когда Петр был на дворе внизу, пришла одна из служанок перед священником. И увидев Петра, греющегося и смотревшись в него, сказала, и ты был с Иисусом назернин. Но он отрекся, сказав, не знаю и не понимаю, что ты говоришь. И вышел вон на передний двор и запел Петух. Служанка, увидев его, опять начала говорить стоящим тут, этот один из них. И он опять отрекся. Спустя немного стоящие тут опять стали говорить Петру, точно ты из них, ибо ты голинянин и наречит в исходах. Он же начал клясто и божиться, не зная человека сего, о котором говорится. И тогда запел Петух во второй раз. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом, прежде нежели пропоет Петух, дважды, трижды отречешься от меня. И начал плакать. Слава тебе Боже, слава тебе Боже, слава тебе Боже. Мир вам. Это сейчас Писание было, я правильно понял? Да, Евангелие. Священное Писание. Немножко знакомо, чуть-чуть. Вангелие от Марка. Ясно, все. Мы верующие, людям тут заходим, говорим, что чем они тут занимаются, их это в ад приведет. Они погибнут. Я тоже верующий. Ну вот верующий, а куриши невозможно быть верующим. Как объяснить о верующем? Я все, я в Господа Бога верю, в Иисуса Христа я верю. Но все вот эти правила я не соблюдаю. Как это объяснить? Написано, Господь говорит, кто любит меня, тот заповеди мои соблюдет. А тех, кто просто верует, он скажет, отойдите от меня, никогда не знал вас. Они скажут, ну мы же говорят, чем мы имя призывали, чем мы имя бесов изгоняли. Он скажет, отойдите, никогда не знал вас. Господь предупредил. Слышу, слышу вас. Да, поэтому, ну вот, вот, рабство, да, к сигаретам и прочее. Ну, Господь же исцелить от этого может. Самому человеку никак. Встань на колени скажи, Господь, покайся и все, исцелишься. Это однозначно. Все страсти так. И сколько грехов, я сколько грехов от этого сбросил. Господь исцеляет. Надо только поверить в это. Обратиться к нему, покаяться и все. Пошел исповедовал грехи. Мы все грешные. Мы грешные, но Господь и пришел грешникам, чтобы спасти их, чтобы они не грешили, а не то, они продолжали грешить. Как мне говорит, Господь должен жить здесь. Так он во всем, в делах он проявляется. Если в делах проявляется, то здесь живет, а если не проявляется, то это обман. Написано, бесы веруют и трепещут. Бесы тоже веруют. Недостаточно одной веры. Надо, чтобы дела были, а тогда и оно в сердце и Бог поселится. Спорить я с вами не буду. Так вы просто зачем вам, вот вы курите, да, зачем вам это? Вы же можете сходить на исповедь к священнику. Вы когда в этом покаетесь, покаяться в этом, вас снимет Господь, если вы поверите. Я могу знаете, что вам сказать? Я сейчас в данный момент я хожу в церковь, только ставлю свечки за упокой, за здравие. К священникам я на исповедь не хожу. Я сейчас в нынешних священников, батюшек, я их не верю. Я не верю в них. Это сейчас церковь, это сейчас у нас, в нашем государстве, церковь это большой бизнес. Поэтому я могу пойти на исповедь к священнику, только тому, где в каком-нибудь поселке есть церковь, который всю жизнь родился в этом поселке, церковь служит в этой. Такому я могу сходить. В городах я не хожу на исповедь. Так сходите к такому, который у меня я не знаю ближайшие деревни, где осталась церковь, где есть священнослужитель. Но смотрите, вот Господь дунул на учеников и сказал, кому простите грехи, тому простятся, на ком останете, на том останутся. То есть вот эта власть дана священникам, которая идет от апостолов и до нашего времени. Среди апостолов был и апостол Иуда, и он изгонял бесов и много чего делал. То есть Господь действует помимо священника, он сребролюбивый и прочие грехи в нем. Это все грехи он за них ответит. Но Господь то идет не к нему, к Богу. И Господь через него вам простит грехи. Бог так связал специально с делом, чтобы мы смирялись, чтобы мы другу не возносились друг на другом, что он даже через нечистый сосуд делает свои дела. Поэтому вы не к священнику идите, вы идите к Богу. Он свидетель священник, он ответит за свои дела. Святые говорят, большая часть священников погибает. Большая часть. То есть представляете, они в какой беде находятся священники, которые нерадиво так себя ведут. Нам не сколько их осуждать надо, сколько плакать и жалеть и молиться о них. Потому что они действительно в погибели находятся, как они себя ведут многие священники. Но мы должны прийти, покаяться, то есть начать хорошую жизнь и внутри церкви работать, исправлять. Чтобы так не было. Не надо от этого отказываться отходить. Нас Бог поставил тут в России. Я не отказываюсь. Бог всегда с нами. Я не отказываюсь от этого. Меня с детства привели к вере. У меня бабушка моя прям бабушка в церковь ходит и пост соблюдает все такие вот. Посты обязательно надо соблюдать. Я честно вам сказать, я ни разу не соблюдал посты. Ни разу. В церкви есть такое правило, что если пост не соблюдаешь, на два года тебя отлучают от церкви. Чтобы ты понял, что это серьезно не соблюдать посты. Нет, я знаю, что пост получается сейчас помню, как мне объясняли, что такое пост. Я вам сейчас расскажу, что Господь желтый так. Евангелие от Марка 15 глава. Немедленно поутру пересвященники со старейшинами книжниками в Весе Медрион составили совещание и, связав Иисуса, отвели и предали Пилата. Пилат спросил его, ты царь иудейский? Он же сказал ему в ответ, ты говоришь, и предосвященника обвиняли его во многом. Пилат же опять спросил его, ты ничего не отвечаешь? Видишь, как много против тебя обвинений. Но Иисус на это ничего не отвечал, так что Пилат удивился. На всякий же праздник отпускал он им одного узника, о котором просили. Тогда был в узах некто по имени Варава со своими сообщниками, которые во время тяжа сделали убийство. И народ начал кричать и просить Пилата о том, что он всегда делал для них. И он сказал им в ответ, хотите ли отпущу вам царя иудейского, ибо знал, что предосвященники предали его из зависти. но предосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Вараву. Пилат отвечая опять сказал им, что же хотите, чтобы я сделал с тем, которого вы называете царем иудейским. И они опять закричали, распни его. Пилат сказал им, какое же зло сделало, но он еще сильнее закричал, распни его. Тогда Пилат желая сделать угодное народу, отпустил им Вараву, а Иисус обив, предал на распятие. А воины отвели его внутрь двора, то есть притория, и собрались весь полк, и одели его багряницу, и сплет шатернового венец возложили на него, и начали приветствовать его, радуясь царем иудейским, и били его по голове тростью, и плевали на него, и становясь на колени кланялись его. Когда же насмеялись над ним, сняли с него багряницу, одели его собственной одеждой и повели его, чтобы распять его, и заставили проходящего некого кореньянина Симона, отца Александра и Руфима, Руфова, идущего с поля нести крестов, и привели его на место Голковку, что значит лобное место, и давали ему пить вино со смирным, но он не принял. Распявшись же выделили одеждой и бросая жреби, кому что взять. Был час третий и распяли его, и была надпись вины его, царь иудейский. С ним распяли двух разбойников, одного по правую, а другую по левую сторону. И сбылось слово писание к злодеям причстен. Проходившие злословие его, кивая головами своими и говоря «Э, разрушающий храм и три дня созидающий, спаси себя самого и сойди с креста». Подобно и персвященники с книжниками насмехались и говорили друг другу «Других спасал, а себя спасти не может». Христос, царь Израилев, пусть сойдет теперь с Христа, чтобы мы видели и уверены и распятые с ним поносили его. В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. И в девятом часу воззапил Иисус громким голосом «Элои, Элои, лама зам совавкани, что значит «Боже мой, Боже, для чего ты меня оставил?» Некоторые стоящих тут услышав говорили «Вот Илию зовет». А один побежал и наполнил губку уксусом и наложил на трость давал ему пить и говоря «Постойте, посмотрим, придет ли Илия снять его». Иисус возгласил громко и спустил дух. И завеса в храме раздралась на дворе и сверху донизу сотник стоящих напротив его увидел «Можете не курить?» Какое-то время? И сотник стоящий напротив его увидел, что он так возгласив и спустил дух и сказал «Истинно человек Аксей был сын Божий». Были тут и женщины, которые смотрели издали. Между ними была и Мария Магдалина и Мария мать Иакова меньшего Иосия и Соломия, которые тогда, как он был в Галилее, следовали за ним и служили ему, и другие многие вместе с ним пришедшие в Иерусалим. И как уже настал вечер, потому что была пятница, то есть день перед субботой, пришел Иосиф из Рима и знаменитый член Совета, который и сам ожидал Царство и Божие. Осмеялся войти к Пилату и просил тело Иисуса. Пилат удивился, что он уже умер и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер. И, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Он, купив плащаницу и сняв его, обил плащаницу и положил его во гробе, который был высечен в скале и привалил камень к двери гроба. Мария же Магдалина и Мария Иосифа смотрели, где его полагали. И по прошедшей субботы Мария Магдалина и Мария Яковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в первый день недели приходят к гробу к восходе солнца и говорят между собой, кто отвалит нам камень к двери гроба. И взглянув, видишь, что камень отвален и он был весьма велик. И войдя во гроб увидели юношу, сидящего по правую сторону облеченную белую одежду и ужаснулись. Он же говорит им не ужасайтесь. Иисуса ищите Назарянина распятого. Он воскрес. Его нет здесь. Вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его. И Петру, что он предваряет вас в Галилее, там его увидите, как он сказал вам. И выйдя побежали от гроба и облел трепет и ужас и никому ничего не сказали, потому что боялись. Воскреснув рано, в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которых разнал семь бесов. Она пошла и возвестила бывший с ним плачущим и рыдающим. Но они услышав, что он жив, и она видела его неповеренно. И после сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение. И те возвратившись возвестили прочим, но им не поверили. И наконец явился сам одиннадцатый возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосерие, и что видевшие его воскресшего не поверили. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Уверивших будут сопровождать все знамения. И именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредить им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. И так Господь Бог после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесуя Бога. И они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении Слова последующими знамениями. Аминь. Слава тебе Боже, слава тебе Бога, слава тебе Бога. Мир вам. Тебе тоже мир. Как дела? Верующий у нас все по Божьей воле идет. У нас хорошо все. Ну я тоже верующий. Вы православный христианин? Да. Ну слава Богу, что мы нас встретили. Тогда вы в армии сейчас служите? Да. Понятно. Заходите на наш канал. У нас большой канал 42 миллионов просмотра. 42 тысяч подписчиков. Называется Во свете Библии. Там вы увидите много полезного для души. На все вопросы было ответно. Это откуда конкретно? Не откуда я на месте сижу. Нет в смысле откуда заходить? Я вот я нахожусь в Казани а это в Ютубе 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 да? Все понял. Во свете Библии называется. Там такой бородатый дедушка нарисован с книгами красными. Я записал. Если наберете сайт в гугле сайт во свете Библии открытым окон или во свете Библии Игнатий Лапкин то выйдет сайт и там справа будет колонка и там ответы на вопросы как во свете Библии именно как Господь Ну все я по ним зайду и обязательно посмотрю Ну тогда с миром вам дослужить вам тоже спокойно Вам тоже С Богом